Доброе утро! Есть такое направление в психотерапии и психокоррекции – кинотерапия. Вы, возможно, слышали про такое направление, как библиотерапия, лечение книгами. Оно более старое, а кинотерапия – это лечение кино. Так как же так, скажете вы? Нам бы от кино кого вылечить, а тут лечение с помощью кино. Да, лечение. Я вам сейчас объясню, в чем смысл кинотерапии. Во-первых, слышали такое выражение «нет пророка в своем отечестве». Что оно означает? Вы можете говорить своим близким совершенно правильные вещи, которые абсолютно не будут ими восприняты, потому что у них уже имеется против вас определенная предубежденность, особенно когда речь идет о родственниках разного возраста, особенно в подростковом возрасте. И я не думаю, что вы будете счастливы, когда сын или дочь, наломав дров, через 10 лет скажут вам «Ах, мама, как ты была тогда права!» Психолог и психотерапевт тоже не всегда вариант. И против нас у многих людей есть предубежденность. Что, я больной, что ли? Я сам могу справиться со своими проблемами. Что это я должен постороннему человеку рассказывать о своей жизни? Факт? Факт. Вовремя подсунутый фильм не обладает этими отрицательными качествами, если, конечно, подсунуть его осторожно, грамотно и ненавязчиво. В настоящий момент существует хорошо классифицированная психологическая фильмотека, которая позволяет легко, быстро и эффективно донести до человека практически любую информационную идею или модель поведения. Нужно только знать, кому, что и когда. Во-вторых, в отличие от книги или даже психотерапевта, фильм обладает более эффективным эмоциональным и интеллектуальным воздействием, так как он действует сразу же на несколько органов чувств. Он более понятен, более увлекателен. И в упаковке увлекательности легче вложить в мозг человека необходимое вам лекарство. Поэтому мой совет. Не забывайте и не пренебрегайте потрясающей эффективностью кино. Если у вас возникла необходимость изменить неправильное поведение своих близких и слова не действуют, помните, там, где не действуют ваши слова, могут подействовать слова Ричарда Гира или Джулии Робертс или Гоши Куценко или Константина Хабенского. Не отчаивайтесь. С добрым утром.